добрый день дорогие друзья я вас приветствую на каналах сангельц нижний новгород киев казань сегодня у нас тема но прямо чисто женская тема для нас любимых девочки тема такая женские энергии и техника соединения с энергией берегин и естественно освещать у нас эту тему будет энергетический психолог елена елена добрый вечер добрый вечер всех приветствую очень рада всех слышите видеть в этой студии всех приветствую кто присоединился к нам девочки мы сегодня прям с вами будем погружаться в наши женские энергии хорошо ну давайте тогда на самом деле начнем освещать вообще что такое женские энергии с чего они состоят как мы можем восполнить свои женские энергии мы уже неоднократно проговаривали с вами непосредственно передачи что вся наша семья наш любимый мужчина дети находятся в нашем пространстве насколько она будет комфортно и насколько она будет правильно выстроен наше энергетическое поле да настолько будет комфортно не только наша жизнь но и жизнь наших любимых и близких поэтому тема на самом деле я считаю что очень актуальная давайте начнем ее раскрывать или давайте с удовольствием ну да мы не раз касались уже темы как раз от мужчина и женщина и сегодня мы решили прям окунуться в глубину чтобы было понятно что такое наша женская энергия как вообще как нам ее восполнять что дает нам как бы качество вот этой женской энергии как мы можем ее почувствовать но для женщины вообще самое главное это состояние потому что если у нас нет состояния то мы нам нечем делиться потому что женщина это как раз наполнение то есть наша женская энергия можно сказать она имеет такую текучую структуру как вода как воздух то есть это то что наполняет полностью все пространство и от чего она у нас зависит но конечно же первое от нашего состояния от того как мы от наших а состояние зависит от наших реакций и от нашего понимания поэтому мы всегда идем от понимания потому что первый уровень нас понимание потом состояние и потом ресурсы и женскую энергию тоже точно также мы можем просто начать и налаживать именно как энергия но думаю что это не сработает потому что может наступить такой момент что какое-то какая-то ситуация в жизни может вас выбить поэтому давайте с вами как обычно начнем пойму ли по моему любимому пути чтобы ничто не могло выбить вашу женскую энергии то есть еще разок мы с вами пробежимся по действительности что то что происходит в нашей жизни это объективно то есть это не минус это не плюс это то что протекает то есть тоже через нас с вами течет наша жизнь и наш с вами задача просто спокойно на нее реагировать и чтобы она не возмущала нашу энергию потому что наша женская энергия это энергия земли который наполняет нашу маточку и потом как из чашу представьте вот такой сосуд потому что женщина это как сосуд как храм то есть во многих медитациях когда я проводил медитации именно по женской энергии мы все тоже с вами этого коснемся внутри женщины есть храм как-то чаш играли если вы помните которую искали огромное количество людей и не нашли потому что чаш играли находится в каждой женщине поэтому мы с вами каждая женщина это источник вот этой энергии и именно поэтому так важно и заниматься что какие составляющие этой энергии это ваше состояние во первых ваше соединение с землей потому что женщина это мужчина у нас получают как бы энергию из космоса наше дело заземление то есть если мы не заземляемся мы не чувствуем соединение землю этого нашей энергии женской не существует потому что тогда мы будем на мужском потоке если мы учимся если мы все время в каких-то духовных практиках находимся это девочки не совсем наша женская это очень хорошо как дополнение но нам всегда нужно быть землей заземленными и какие-то делать земные дела то есть женская энергия это все то что мы совершаем в нашем пространстве то есть что происходит в нашем пространстве за это отвечает наша женская энергия и наполнение ее от удовольствие то есть наша часто мне говорят что ой но многие клиенты приходят быть ой как сложно быть женщина у нас там и месячные нам рожать надо детей воспитывать родилась бы я мужчиной девочки это правда иллюзия знаете почему потому что наша женская энергия наше женское предназначение это получать наслаждение мужчины творят а мы наслаждаем просто если мы не умеем наслаждаться это но как бы наш минус потому что наша женская энергия она приходит к нам от наслаждения от разных впечатлений от разных эмоций она по качеству похоже на мед мы с вами сегодня обязательно ее почувствуем на практике чтобы могли прям соединить с ней и женщина как пчелка то есть если пчелка летает по цветочкам и собирает разный нектар женщина летает по жизни и собирает разный нектар поэтому настолько некомфортно и не верно женщине просто сидеть дома даже если уже женщина первых должна делать то что она не даже не то что хочет то что доставляет ей наслаждение то есть если вам доставлять наслаждение домашнее хозяйство вы можете его тоже делать с наслаждением варить суп но именно как-то творчески вот по-вашему там добавлять какие-то специи может творчески убираться в доме может творчески пойти не знаю гулять танцевать что-то делать еще то есть вот это разнообразие женских вот этих вот этих эмоций чувств женщины несет мужчине потому что мужчина очень узкий путь вот он идет у него есть цель вижу цель не вижу препятствий это мужчина вот он идет вот так и достигает и достигает и достигает пока он идет по вот этому вектору он просто в силу его энергии не видит вот этой всей красоты вот этого мира если он живет без женщины очень мало надо вот если вы послушаете многих мужчин известных даже мужчин которые там но занимаются политикой всем им надо костюмы на вешалке глаженные рубашки и какой-то холодильник и практически все и частоту дом просто чист чистоту вот никаких этих рюшек бантиков ароматерапии вот этих запахов они просто не замечают в силу того что но у них другое предназначение они должны мир создавать им некогда отвлекаться на мелочи но если рядом женщина она открывает им мир чувств и они просыпаются к жизни поэтому мужчина без женщины но скучновато ему жить его жизнь достаточно такая спартанская то есть прям идти делать выполнять задачи но для того чтобы мы могли ресурсно дать это мужчине мы где-то должны это взять если мы будем сидеть дома будем недовольны у нас с вами будут только претензий к мужчине потому что он пришел а у вас ничего нет и поделиться нечем и но как бы во первых он не сможет быть ресурсным рядом с вами потому что вы его бензин его качество то есть вы либо его 76 заправите где там почти ничего нет или 95 или там еще каким-то я не знаю какие модификации в бензине то есть тем что вот прям и он сможет на этом топливе достичь очень многого и вам же принесет поэтому так важно качество нашей женской энергии поэтому так важно нам девочкам работать с эмоциями не допускать никаких негативных ну вот минусовых эмоций то есть если у вас что-то всплыло обида то есть если вы тоже посмотрите огромное количество женщин и это абсолютно верно занимается вот то что вот сейчас если посмотреть наверняка но у нас и тема конечно женская но если вы посмотрите даже на любых семинарах в основном кто женщины а почему потому что нам надо интуитивно мы знаем нам надо обогащать нашу нашу вот эту вот женскую волну разными премудростями прекрасностями чтобы мы могли потом пойти и поделиться и чтобы наш мужчина стал более ресурсным вот и поэтому если что-то случается в вашей жизни страх стресс депрессия то первое дело женщины пойти и заняться собой то есть у меня для этого есть ценностная терапия я с удовольствием помогаю женщинам буквально за две консультации выходить из совершенно любой тяжелой ситуации эмоциональной пусть там самый там стресс может быть мужчин даже вам изменил мы на каком-то обязательно коснемся семинары что делать с изменой но это сегодня не наша тема но наша тема сегодня давайте энергии да 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 вот энергия же она похожа на мед копится она в нашей маточки наша маточка похожа на чашу вот тут еще очень одна важная один важный момент который мне хотелось коснуться чтобы этой энергии был достаточно нам тоже очень важно эту энергию не переливать как вы можете понять переливает как ровно ли стоит ваша чаша это центрирование на себе это не эгоизм это не как бы только на себя любимое внимание это просто центр то есть когда вы выровнены по оси то есть вы можете дарить любовь можете помогать всем но при этом первое что вы делаете вы приводите в порядок себя смотрите какие у вас эмоции живете ли вы в радости насколько вы наполнены вот этой жизненной силой насколько вам интересно жить и насколько у вас есть желание то есть показатель наполнения жизненной энергии женщины то что у вас есть желание двигаться это говорит о том что ваша энергия в достаточном количестве если ее мало как ее можно наполнять смотрите девочки все что доставляет вам удовольствие любые походы к косметологам любые массажи любой плавание в бассейне в бане любые расслабляющие процедуры восточные танцы пение обязательно для девочек восточные танцы пение потому что пение у нас как бы рот соответствует как бы нижним нашим тоже органам и как только мы начинаем качать как только мы начинаем петь мы прокачиваем именно женскую энергию смотрите сколько способов театр кино все что доставляет вам удовольствие рестораны вкусная еда встречи с то смотря что он доставляет удовольствие с мужчинами с женщинами то есть расширение вот этого круга возможностей и вот она ваша женская волна вот вы сами вспомните например что вы позволили себе например сидели сидели дом раз вышли в театр вспомнить если вам понравился спектакль вы наполнены же до ощущения конечно да когда вот получаешь удовольствие какой-то да хочешь на самом деле на подъеме вот и вот это как раз и есть это конечно и нашего одушевления сердечное наполнение но учитывая что все удовольствия у нас идут через сексуальный центр и то есть наполнение женской энергии чтобы прям почувствовали вот это качество то есть когда вы прям получили удовольствие или вы что-то нарисовали или побывали на выставке художника какого-то где вот вот прям вам понравились вот эти картины вы прям смотрите и прям чувствуете так у вас вот это наполняется волна вот она наша женская энергия вот и наша чаша и очень важно следить чтобы ваша чаша когда она наполнилась она не переливалась потому что у нас есть у женщин такое качество что мы любим очень сливать энергию это зависимые отношения про которые мы с вами говорили неважно ребенок родитель мужчина то есть когда вы приходите вы прям раз и перелили туда вот эту энергию чашу свою и вы обесточились то есть когда вы хотите решить за ребенка какую-то проблему начинаете сильно переживать за то что там мужчина может вам не дает внимание таким образом мы переливаем женскую энергию и остаемся опять обесточены и еще такой момент что если бы тот кому мы переливаем эту женскую энергию был бы рад да бог с ним можно было бы обесточиться ради него но так как он ее не просит то у него появляется перебор потому что он сам аккумулирует свое качество энергии и ваша энергия вы тоже не хотелось бы обратить на это внимание нужно только вам она ее нельзя в чистом виде перелить кому-то то есть если рядом с вами ваш мужчина смотрите что происходит вы наполнились этой энергией если вы в зависимых отношениях вы раз ему перелили а ему не надо он ее не он ну как бы не может ее усвоить у него другое качество а если вы вот как чаши стоите то вот эта энергия начинает сама переливаться и наполнять вокруг вас все ваше пространство и вот в этом-то пространстве и ей наполняется и дети и мужчина и родители то есть она всем достается вот а так но получается что вот смотрите то есть но приходит женщина вот домой да у меня там дети и прочее она сразу там погружается полностью естественно там у сына уроки там готовить надо муж там все каким образом то тогда вот вообще вести себя поступать вот ты вот заходит женщина домой для того чтобы не распроискивать вот так энергию а попробовать вот чтобы она все-таки вот сама выливалась да 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 самое главное не впадать позицию жертву я должна тут есть а действует ведь я хочу вы зашли домой и примерно смотрите все равно что нас поведет нам захочется что то сделать то есть вы первым делом нашли и не бросаетесь из позицию жертвы там сейчас я все сделаю вот это вот это вот это не успею да а хочется же сразу как будет наша привычка а сейчас этому 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 а представить что центр вот этого всего чаш играли вас вот представьте если бы вы знали что у вас вот это все волшебство вот прям вот вы верили бы в это не просто то что я вам сказала вы что-то услышали и дальше пошли а вы понимали что вот это все все совершенство вся гармония весь центр находится в вас и если вы его принесете хорошо и поделитесь со всеми то всем будет достаточно и уроки сделаются и еда готовится но если вы делаете да пусть это будет меньше но лучше и качественно и поэтому просто вы себя как бы на минуточку останавливаете раз и сосредотачивается на своей чаши внутри вот заходите домой вспоминаете наш с вами разговор и обращайте внимание на свою чашу так сосредоточились и вот уже неся вот этот храм или а вот это совершенство или женскую свою волну вы сразу можете начать уже с ней что-то делать то есть не как бы не торопясь потому что но как вот если представьте у вас полный чаши вы зашли вас полная чаша вот такой медленно и женские нервы да и все распрыскали и самое главное никому не досталось и вам даже не удалось написать да то есть и это когда вы будете вот это чувствовать вас будет та самая женская ценность потому что никто кроме вас в такой энергии не обладает у каждой женщины на своя и вот то что мужчина например как на какую-то женщину реагирует или например то что у вас портятся отношения с мужчиной первый признак что ваша женская энергия уже не мёд она немного подпортилась но хорошая новость в том что ее можно обновить то есть мы почему у нас как бы и месячные есть то что мы обновляемые то есть нас природа сделал так что мы можем обновиться это видите ваш мужчина на вас не реагирует или как бы вам хочется притягивать мужчина они вас не замечают это просто значит что ваш мед некачественный соберите еще нектара в разных местах и все и ваша женская энергия потечет просто великолепно если ваш мужчина вдруг у меня кстати она это сплошь и рядом на моих консультациях после моих программ градус секса и градус любви очень сильно увеличивается потому что мы прокачиваем вот эту женскую энергию в наших женских кругах открываем нашу вот эту женскую силу и сразу же не через год и два а прям по щелчку в этот же момент мужчина совершенно иначе на вас реагирует сразу же я кстати хочу сразу напомнить нашим уважаемым слушателям что для того чтобы нам научиться наполняться женской энергии для того чтобы мы могли а вот правильно так скажем ее расходовать мы запускаем поэтому вебинар курс который называется 33 премудрости для счастливой женщины который состоящий из двух вебинаров первый вебинар мы действительно на нем будем мы будем как раз вот учиться но нет не только этому но одно из тем будет именно то что вот наполнение себя энергии женской правильно 2 непосредственно втором вебинаре курсе мы будем тоже затрагивать тему что нас обесточивать что нам мешает говорится женской энергии так что уважаемые слушатели у нас стартует длина 4 и 11 до 4 декабря декабря первое занятие у нас 4 декабря вы можете зайти на сайт сангейтс школа сангейтс и непосредственно вкладку тема курса извините я перебила давайте очень кстати да я вас очень приглашаю девочки и женщины потому что только в женском кругу только соединившись друг с другом мы с вами можем наполниться женской энергии это наша потому что мы с вами все наполняемся и мы как будто помогаем друг друга наполняться поэтому настолько ценно собираться женскими кругами и если я например могу подсказать вам как это делать то мы с вами просто как будто толкаем вот это этот процесс и дальше он распространяется знаете как камешек когда кидаешь воду и такие круги от него идут по воде вот это то же самое если мы с вами бросим камешек и сразу хоп-хоп-хоп-хоп и у всех потекла вот эта женская энергия вот еще что мне хотел сказать вам про женскую энергию давайте вот про бельгинь я вам сейчас проговорил и мы с вами сделаем практику потому что время то у нас уже до приближается но еще 40 минут по времени у нас есть еще около 40 но 38 минут а отлично значит мы с вами успеем смотрите значит что такое практику который мы с вами будем делать это энергии берегини то есть почему берегини это такая древняя богиня то есть как вообще еще как можно охарактеризовать вот эту женскую силу то что мы с вами тоже будем говорить на вот этом вебинаре как ее не расплескать как она расплескивается расплескивается она всеми переживаниями как только вы начинаете переживать за политику за будущее за прошлое за детей за родителей вы таким образом чашу свою сразу переливаете в никуда поэтому нам нужно почему вот мне понравилась практика тоже мы делали медитацию и мне просто пришла сама по себе вот эта энергия берегини потому что это было нам очень очень давно много веков назад когда женщина знала о своей женской силе и она заключалась мы потом пройдем своим прочувствуем но сначала как я всегда люблю на понимание давайте возьмем вот эти качества женские которые помогают нам сохранить женскую энергию это соединение с природой вот это центрирование на себе и потому что женщина никогда не переживала раньше что что-то может пойти не так как она может пойти не так когда она соединена с богом соединена землей и силами природы и она как но как будто представьте как будто все в ней соединяется то есть все вот эти лучки идут именно к ней и как как если но как бы она со всем этим соединена она может допустить ошибку такого вообще не бывало то есть если она готовит она готовит самым лучшим образом со всеми силами вот этими если она принимает решение она принимает решение именно вот с этими силами не сама по себе и у нее вообще нет сомнения такая прямо тотальная вера который мне хотел с вашим поэтому я и как бы решил этой практике поделиться тотальная вера во все себя в мир бога в природу в соединении то есть и вот с этой верой но это как говорили ведунья то есть она ведает все как она может совершить ошибку то есть тут два варианта она делает все что может как бы так как ее ведет ее интуиция и отпускает эту веру на на волю бога то есть если так случилось значит это веление небес все то есть не бывает ошибки не почему переживать то есть либо случается так как она планирует либо случается иначе тогда это воля бога она против нее не может пойти и у нее тотальное спокойствие то есть она делает все что от нее зависит все она собирает вот эту энергию про которые мы говорили она всегда соединение землей она всегда чувствует но как бы в поле мужчин его тоже мне хотелось сказать вам очень интересное тоже ко мне пришло такое осознание на консультации что всегда же говорят женщина вот то что касается женской энергии здесь тоже очень такая тонкая грань прям мне очень понравилось женщина за мужчиной за на замужем до женщина за мужем за мужчиной но когда я тоже начала смотреть женскую энергию я увидел такую картинку женщину за мужем но она стоит вот так вот тут стоит ее мужчина и она своими ручками своей энергии поддерживает его поле всегда как бы где бы он ни был он может быть на войне он может быть на расстоянии но она всегда за мужем и наполняет его вот как будто но понимаете дал как будто когда люди да она за ним но с такими ручками и всегда его поддерживать своей вот этой силой какой-то своей оберегает почему берегиня она его бережет и когда вы отвлекаете свое внимание на вот эти ой сейчас почему женщине вообще не надо знать о политике но это мое личное мнение конечно многие мужчины считать что это но как бы неграмотность а с моей точки зрения экология потому что если мы с вами будем вот это все загружать в голову вы чем будете мужчина то сберегать ужастиком который показывают везде нет а если вы будете в женской силе в радости в принятии мужчины вашего потому что через мужчину опять же тоже на практике прям я видела тоже очень интересная вещь не могу тоже с вами не поделиться что говорят же через мужчину говорит бог почему женщина женщине лучше слушать мужчину лучше ну можно сказать слово надо но я не люблю слово надо потому что когда мы занимались ресурсами и соединением с папой с мамой с мужским родом делали практику соединения то я прямо увидел в практике что мужской род женщины но через папу действует тоже через ее мужчины если она сейчас мужчиной то есть все силы природы да они как бы подсказывают вот этому мужчине как ее сберечь и если женщина но в силу нашего воспитания да да я сама лучше знаю да откуда я же умнее а связь то у мужчины и еще плюс ко всему через него как может мужской род защитить женщину никак то есть он обязательно через мужской поток это делает и отдает эту силу мужчине который рядом женщины именно поэтому одна на текущий момент женщина зачем она вообще когда нет почему защита у нее всегда есть но тогда он защищает как-то сам то дает ей мужчин какие-то ситуации но если рядом с ней уже есть мужчина то как я во всяком случае увидела мужской род действует через него ему проще дать вот эту защиту через него и подсказать ему да тогда он становится как ее богатырем и от всего ее оберегает и она берегиня тоже она его оберегает своей энергией а он оберегает ее свои силы и своими подсказками то есть это мы как-то мы реально не привыкли уважать мужчин девочки простите за правду практически матриархат и я такая же точно не очень сложно признать то что вот мой мужчина умнее меня но вот есть мы так признаем это будет истина он правду девочки он правда умнее даже если мы закончили 15 образований но у него по породу его как бы деятельности и его включенности в мир ему идет от бога информация не женщине женщине идет от земли сила а ему идут знания недаром в церкви мы в косыночки чтобы нам знание на голову не давили надо а в юбочке чтобы колокольчиком вот таким чтобы нам собиралась энергия вот поэтому давайте научимся и я в том числе буду очень учиться слушать мужчин и следовать не просто слушать а следовать их подсказкам и их предложение то есть когда они говорят надо делать это но просто надо попробовать и скорее всего получится очень хорошо потому что это их прерогатива вот и женщины береги него то что я вам хотел как рассказать это как раз та которая своей вот этой энергии всегда оберегает мужчину оберегая детей и она точно знает что если она оберегает качественная энергия она сама в балансе она в вере в силе в соединении землей то ее близкими ничего не случится и у нас отпадают все наши с вами страхи страдания переживания те которые мы делаем все наоборот но мы же понимаем а же люди а как я могу не переживать ну как я мама у меня ребенка там прям заболел как я буду не переживать но смотрите что мы делаем мы все делаем наоборот как только мы переживаем мы страх вот эту энергию страха тревоги даем ребеночку но не очень потому что он и так ослаблен ему бы любви дать и веры вот этой целостности и вот этой женской волны потому что она поддерживающая недаром ребеночек идет чтобы мама погладила она чем гладит вот этим же гладит вот вот этой силой вот эта женская энергия на все исцеляет все девочки мы с вами целительницы волшебницы берегини но просто нас никто этому не научил и ведунья то есть мы ведом не потому что нам к это бабушка там в седьмом колене передала а потому что мы априори связаны с землей и со всеми природными силами огонь земля вода дерево эфир все пять стихий в нас есть и наше дело просто почувствовать это балансе надо всегда быть балансе и соединиться с этим принять это да я такая до сказать или да я вот такая ценная реально волшебная об женской энергии я берегини и как только вы просто в принципе соединяйтесь с этим у вас уже открываются вот эти сил то что где внимание там энергия будет ваше внимание на том что господи сейчас у нас там все рухнет бизнес рухнет на что мы будем есть где мы будем жить другом останемся вообще без ничего мы пока не знаем что рухнет может ничего не рухнет и поэтому как я на прошлом говорила на прошлых вебинарах представьте что вот эта ситуация которая сейчас идет обрушение она идет на то чтобы вы больше накопили как пружинка сжала и выпрыгнули куда-то в новые новые реальность во всяком случае сейчас особенно важно вот для нас женщин это просто на знаете вот прям в планетарном масштабе важно сохранять спокойствие и женственности да если еще и будем паниковать мы вообще такого тут на земле натворим то есть как говорят что вот вы идете да вы видите какие-то сложности но если вы опять же открутите то с чем мы с вами занимаемся месяца полтора что эти сложности это просто люди копят свою силу вот эти кого вы видите тех людей не надо жалеть у него сейчас такое происходит господи бедные бедные все там жалость и вот когда вы так сказали вы тут же слили свои женскую силу все а когда вы из своего центра мне посмотрели сказали да реально сложно этому человеку на сейчас у него идет наращивание силу духа он набирает силу духа потому что он находится в процессе он как бы в развитии до сложно кому здесь легко никому но смотри я все возвращаюсь к одной и той же на на ситуации которая наверное большинство женщин просто она есть вот смотри например женщина приехала с работы пришла до дома до лежит на диване смотрит телевизор сын там или дочка сидит там во что-то там играется сделал там уроки не сделал хочу поесть например да и как обычно женщина она забежала и хочется чтобы сразу много ее стало там в разные стороны она нам убежала бы это это и сразу хочет все объять в итоге на самом деле получается что она просто но толком все не охватит вся обесточится сама обесточится вся бессильная вся недома дети так что это вот на самом деле нам иногда нужно просто вот да вот сейчас очень верно сказали вот подходишь к дому там не знаю подъезд крыльцу там дома квартиру остановился замер вот представил какая же я все-таки да да и уставка и накладывать на и давай я вот сейчас вот войду и чтобы я не увидел как но я не говорю там у меня но кого вообще тяжелый случай там например что-то такого и даже это и даже это это не в целом более обычные сюда обыденные чтобы даже и женщины не гневались не говорили вот легко там рассуждать я просто про обыденные ситуации говорим наши женские остановился закрыл глазоньки на секунду там представил вот заходишь с другим состоянием я просто недавно разговаривала с одной женщиной которая тоже участие получалось не получалось и она говорит вот я решила просто сама по-другому вот просто сама по-другому заходить к себе квартиру и она ведь ты не поверишь у меня все стало меняться просто потому что вот как вы говорите берегиня да вот как мы музыку какую закажем такая она у нас точно и за это же когда ты мы когда теряем вот это состояние опять же в суете мы там прибежали туда магазин дети вот это вообще забыли что мы не то что берегиня чтобы даже женщины просто мы знали каким-то объектом этой реальности который мы вообще не управляем и ты правильно сказала что просто когда нужно свое внимание возвращать к себе то есть создавать новую привычку что я храм у меня внутри представьте что правда но вот вам бы сказали вот подошел к вам не знаю какой-то видящий человек каждый из вас сказал слушать там елена тамара марина наташа света ты знаешь у тебя внутри вот ты такая уникальная тебя внутри храм который может просто улучшить состояние не то что семьи а нашей земли вот прям к вам на улице подошел какой-то волшебник взял вас за руку и говорит прям посмотрел вам глаза именно у тебя вот у тебя такое представляешь береги это береги и это же бесценно просто и представьте как вы с этим храмом бы зашли домой когда вам прямо то есть вы пришли в удивление вы бы просто к себе стали относиться как какому-то драгоценнейшим бриллиант 1 вас вас ни в ком-то там не соседки а именно в вас этот храм и вам сказать представляешь это в тебе и такие все боже надо же в тебе так такое у тебя вот этот храм и как бы вы себя внесли бы домой вот вы подошли к мужчине зная что у вас внутри вот этот храм и вы бы находились себе своего мужчины если у вас его нет зная что у вас внутри храм представляет храм настоящий который может исцелить вообще не то что ваших близких а вообще там мир в том числе и вот так в такой же когда вы ценности вы мало того что соединяйтесь с собой вы не позволите себе расплескать там пойти быть жертвой там ой он меня обидел да у вас храм внутри как возможно обидеть никак у вас вот все вы в соединении и например как на вас будет влиять реальность когда вы будете идти понимать что вы своим храмом меняете реальность и чем хуже будет там тем чище должно быть здесь чтобы светить то есть там какая ситуация с чем сложнее ситуация тем больше вы будете центрироваться и думать боже у меня-то храм я же вообще какая должна быть девочка счастливая радостная такая чистая чтобы вот этой чистотой осветить вот эту сложность которая сейчас возникла на земле если мы все девочки обратимся к своему храму девочки никаких сложностей просто они не смогут существовать в этом поле они не смогут когда представляете сколько женщин на земле в каждый храм то есть считаете что вся земля в храмах все вот мы с вами и только лишь силой мысли до сила мысли потому что женщины мужчины они созданы для борьбы для как бы построение внешнего то есть вот в этом уже если мы еще плюс ко всему соединимся все вместе представляете что они настроят что они создадут на такой энергии это же вообще у нас кстати осталось 20 минут даже меньше мы сейчас выпускаемся вправе к нормально нет мы половине пятого есть вопросы наталья ну наверное да она так как говорила что вот у нас по центру вот у нас идет нас каши все она спрашивает такой вопрос а если у девушки сколиоз позвоночника сможет ли она наполняться энергией аднал « Cheers» мало того что да мало то что наталья она будет наполняться энергией но когда вы будете наполняться энергией у вас еще пройдет я вам открою одну тайну сколиоз позвоночник заш позвоночник это это опора есть у вас сколиоз позвоночника вы на свою спину наложили столько ответственности что девочки вообще не потянуть то есть вас позвоночник уже не тянет ответственности поэтому вам нужно просто свой груз вот эти забот который на которой мы привычно на свои плечи там детей положили мужа родителей квартиру я не знаю что все вот это все сгрузить потому что вы девочка не в состоянии это решить оно должно решаться само благодаря вашему вот этому состоянии и когда вы начнете входить в это состояние что вас внутри храм в доверии богу миру то мир вам будет просто давать ситуации те которые можно решить одну за одной и все ответственности вы отдадите всем потому что что наши родители у них есть своя по другому должен мне очень понравился такая фраза тоже который ко мне пришла в консультации у каждого есть свой божественный порядок вот тоже прямо очень хочу этой фразой поделиться просто мысленно себе говорить в течение дня чтобы центрироваться у меня внутри божественный порядок у каждого внутри божественный порядок даже если нам кажется что там он период не знаю бьет это на теперешний момент его божественный порядок и в чужом божественном порядке порядок не наведешь нам главное довести в своем снять вот эти все ответственности боли переживания как я много раз говорю что самостоятельно это сделал достаточно сложно надо их найти но как бы в основном я и работаю с этим чтобы разгрузить вот этот сундук с со всякими обидами переживаниями вот то что накопил за всю жизнь моего разгружаем и потом наполняем энергии и создаем вот этот божественный порядок в котором вы и живете и ваше все тело обязательно налаживается благодаря вот этому божественному порядку потому что тело знаете как цигун цигун то есть энергия работает на вас когда вы запускаете энергия она начинает потихонечку конечно лучше еще при этом заниматься практиками например цигун который мне пришел это видим прям для вас наташа то есть ваша практика цигун я вот занималась например джун юан цигун она очень хорошо налаживает позвоночник и она самая простая для меня из тех видов цигула так что раз как бы ко мне пришло для вас поэтому вот вам джун юан цигун в подарок прямо наберите в интернете а сию минтан создал вот эту практику лучше с его обучением прям там есть первая ступень там буквально 5-6 упражнений очень мало и ваша спинка начнет налаживаться и вот этот но у соединение потоки вот фатимат пишет не знаю чем я заслужила я попала к вам случайно но с вами очень интересно и хорошо а я очень рада девочки со всеми делиться потому что при меня это тоже это настолько большое желание моего сердца и вы наверное чувствуете насколько я делаю это от сердца души но просто вот таким удовольствием и наслаждением потому что так как я это нашла мне безумно хочется чтобы это нашла каждая женщина прям это реально вот желание желание желания моего сердца потому что это так просто это так я так долго к этому шла больше 20 до 30 лет 30 лет страданий и мучений переживаний но когда я нашла я конечно хочу поделиться чтобы не приходилось другим женщинам 30 лет страдать для чего тут все просто просто на 8 минутки посмотрите вот или вот может быть мы сейчас все вместе вот пройдет передача и мы начнем с малого до подходя к дому подходя к квартире к дверям замираем представляем о мы на самом деле что у меня внутри храги несмотря ни на что что загрузка что у нас там уже сумки может быть муж не ответил я думаю где же он есть этот такой-то до ребенок там три двойки получил и не знаю что да но мы вот просто замрем даже если мы это начнем делать это будет видо девочки и представляет что внутри каждой есть храм прям представьте что вот как я вам сказал вот эту историю не просто что вот у меня храм как у всех ну ладно я вам подошел волшебник на улице прям вот представьте что я к вам подошла на улице посмотрела ваши глаза и говорю тамар наташа таня фатима у вас внутри храм такой уникальный удивительный и выхода светло да и как вообще какая вы классная господи такая уникальная и просто вот у вас внутри вот это вот прям вот что именно вам сказали для и вы можете светить так и реально вот как лена говорит давайте возьмем себе практику даже не то что один раз а прямо несколько раз да вот где-то едете в автобусе смотрите ой там вот это вот это мне надо успеть вот это раз ой у меня внутри же храм и засветились и соединились и наполнились и все и ваша жизнь пойдет совсем по-другому потом напишите нам в комментариях пишите ну что мы будем очень рады да давайте вправе начнем давайте девочки сейчас мы с вами закрываем глазки настраиваемся на нашу женскую волну делаем несколько глубоких вдохов и выдохов ножки желательно если у вас есть возможность снять обувь поставить на землю если нет просто в обуви поставьте на землю и почувствуйте что ваши ножки соединены землей как будто вы корнями прям уходите в землю и соединяйтесь самым ее центром и представьте сначала золотой поток который входит нам через макушку наполняет каждую нашу клеточку проходит прям по всему по всему телу как будто солнышко сверху светит вам на макушку и освещает каждую клеточку все ваши переживания прошлые страдания какие-то неуверенности все 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 растворять все тяжелые энергии а вот в этом потоке световом божественном растворяются и стекают по нашим ножкам через центр стоп стекает центр земли как будто матушка земля прям втягивает себя вот эти тяжелые энергии и расплавляют их своей огненной энергии в центре земли преобразовывая их в свет любовь силу и из центра земли поднимается другой поток наши уже женской иньской энергии такой теплый нежный обволакивающий он такой энергии наш такая тягучий похоже на мед такая желто оранжевая теплый очень она проходит через центр стоп она медленно медленно поднимается по нашим ножкам наполняя каждую клеточку теплом силой заботой и она как будто согревает нас изнутри давай нам новые ресурсы новые возможности и одновременно расплавляя всю нашу холодность всю нашу недолюбленность всю наша закрытость то есть она как будто нас согревает теплом и почувствуйте вот эту силу она медленно поднимается по ножкам до колен как будто вас обволакивает как будто вас матушка земля согревает таким теплым пуховым платочком прям тепло наполняет ваше тело тепло расслабление вот такое знаете как как будто вы на руках у мамы такая защищенность и одновременно силы одновременно нежность вот она какая наша женская волна у проникнуть ей прям прочувствовать ее каждой клеточкой и вот она наполняет нашу чашу прямо до краев вот этой золотой медовой теплой какой-то такой прям ароматной как весна энергии и дальше проходит вверх почувствовать как согрелось ваше тело как наполнился теплом вниз живота и давайте вот этой теплой энергии первое что мы сделаем растворим наши маточки наши чаши все обиды на мужчин которые копятся нас именно там просто мысленно скажем что я прощаю всех мужчин за ту боль и обиду которая не принесли в мою жизнь и принимая это как урок забирая из этих ситуаций всю мудрость а все ситуации растворяя я свободна от всех мужчин которые меня обижали в которой меня были сложные отношения мужчины свободно от меня и я забираю свою силу женскую силу из всех этих ситуаций и представьте что все лучики все резиночки которыми вы были связаны сложных отношениях как будто сматывается обратно и к вам возвращается ваша сила все что вам придет на память может вы даже забыли про кого-то может вообще был детстве там в пять лет может быть это был ваш мужчина всех всех благодарите за урок отпускайте и представьте как вот эти все тяжелые энергии растворяются тоже стекают центра земли а маточка начинает вот от наши чаши начинает больше светиться таким светом наполняется любовью благодарности и это энергии дальше протекает по нашему телу наверх выходит через макушку и соединяется золотым светом и вот по нашему телу текут две энергии и я мужская золотой свет и женская вот этот поток энергии и сейчас давайте мы будем с вами представлять как мы как будто мы погружаемся в глубины веков то есть мы из нашей жизни как будто по кривой времени к по горке как будто спускаемся ниже 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 времени не существует и поэтому с вами просто по нашему желанию оказываемся в том моменте где женщина обладала вот это женской силой давайте соединимся прям с энергией вот этой берегине вот представьте как она живет представьте какой-то дом такой как представится вам а вот это ваши берегине представьте тоже ее образ какая она вам представляется в каком облике она к вам придет вот ее мужчина и и богатырь ее дети ее хозяйство и вот она в этом доме связаны со всеми силами природы давайте ощутим качество вот этой энергии берегине это женщина которая связана со всеми силами природы она каждой клеточкой чувствует земли он чувствует ветер чувствует деревья почувствуйте как это быть связанной силами природы она своими ножками стоит на земле и такое ощущение что она является продолжением этой земли настолько она тесно с ней связана она связана с богом и она чувствует соединение доверие что вся вселенная заботится о ней здесь все для неё все во имени и и вот почувствуйте это соединение всех энергий внутри себя как будто все вот эти силы стекаются вашу чашу и внутри у вас правда такой храм или такая чистота и сила и вот теперь давайте почувствуем как вот такая женщина у которой вот такая внутренняя сила как она общается со своим мужчиной то есть вот ее поле есть мужчина как она делится с ним своей энергией что она делает вот он собирается идти ну например на какие-то сложные какие-то жизненные сложности почувствуйте ее состояние ну как будто она как в древние времена берет вышивает ему какой-то крестик например на одежде или кладет ему какой-то камешек или какой-то не знаю цветочек все что вам захочется как вам придет образ в его кармашек или в его одежду благословляет его вот этой силой абсолютно спокойно отпускает его и занимается своими делами абсолютно то же самое почувствуйте как и отношение к детям вот есть дети в ее поле насколько спокойно она тоже дает им от сил защиту и почувствуйте самое главное мне хотелось бы чтобы почувствовали и спокойствие вот это но какой-то тотальный такой равновесие внутри что ничего не может случиться плохого не может то есть все что случается все закономерно она максимально вкладывает туда свою силу свое желание причем очень легко почувствуйте как это идти по жизни вот с этой силой вот какие-то например сложности возникают в вашей жизни но вдруг какая-то ситуация которая нужно решить и вот вы такой внутренней силе и сейчас когда мы с вами вот это ощутили я думаю что вы поймали вот эту волну энергии богини-берегини давайте перенесемся обратно в наше время и принесите эту энергию в свою жизнь вот сейчас вот с этой силой когда он соединил с богом когда вы точно верите что все что происходит в вашей жизни это на ваше благо посмотрите на вашу ситуацию и из вот этого состояния какая вы здесь что меняется вашей жизни как вы подарите эту энергию своему мужчине и чтобы происходить с ним когда вы из состоянии сил дадите ему это женское благословение и чтобы с вашими детьми как изменится их жизнь когда вы каждый их шаг каждый поступок будете благословлять вот этой силой просто ощутите вот это такое центрирование такое расширение и какое-то такое очень-очень тотальное спокойствие как будто вы клетка одного огромного организма так это и есть но эта клетка точно знает что она соединена со всеми силами все силы за нее никого нет против все что происходит в вашей жизни все для вас и за вас еще раз почувствуйте вот этот храм внутри вас вот это наполненность это это женской энергией и почувствуйте свою ценность и уникальность каждый из нас каждый и можете просто посмотреть вот из этой силы как будто из своего сердца направить лучики вот это силу чтобы мы с вами сейчас поделились своим близким мужчинам детям представить что вы из тоже сердца освещаете вот этой силой свой дом как будто вот эта женская волна прям за одну минуту раз и наполняет все то что есть вокруг вас и все то что было там негармонично все тоже тяжелые энергии какие-то к эта информация сложностях она все растворяет сразу в этой силе и когда вы едете где-то в транспорте если вокруг ну даже если ничего не происходит вы тоже можете этой силой просто наполнять все пространство вокруг себя и это просто это не это просто как естественно так должно быть мы просто об этом забыли и тогда вокруг вас все начинает расцветать даже во время зимы мне кажется даже сосульки тему кто расцветет такой энергии и посмотрите мысленно представьте что происходит вокруг вас людьми с мужчинами если вы даете такую волну и мне хотелось бы чтобы вот вот эта практика вошла в нашу жизнь и мне кажется тогда спасибо великолепно я могу сказать свои ощущения когда я вот попала туда в величине вот первое что я почувствовать на самом деле вот и и такое спокойствие вообще колоссально на самом деле вот у нас бог наградил такими возможностями не даванса мы это нас никто не учил вот именно наше поколение никто не учил это просто же очень много поколений никто не учил это поколение даже не знаю сколько я даже не знаю в каком мы были веке надо но там это было было потому что иначе мы не смогли бы к этому прикоснуться если бы этого не было а я думаю все почувствовали да все вот это вот я надеюсь что нашим слушателям тоже понравилось на самом деле все очень здорово наверное если мы начнем прислушиваться и будем учиться то у нас потихоньку 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 но начнет получаться да 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 девочки всех приглашаю еще раз на нашу этот вебинар тридцатые премудрости вот там мы с вами как раз и будем погружаться вот такие глубинные энергии исследовать вообще нашу женскую силу со всех сторон спасибо большое елена да вот пишет наталья невероятная медитация что-то похожее уже делаю по интуиции это работает по интуиции но вот вот у нас женщин такая интуиция вебинар у нас будет первый вебинар четвертого декабря 17 в 17 часов да и второй вебинар 11 декабря тоже в 17 называются он 33 премудрости для счастливой жизни да 33 премудрости для счастливой жизни да для счастливой жизни так что всех приглашаем спасибо большое елена спасибо большое уважаемые наши слушатели то что вы были с нами то что мы с вами вместе и сейчас как никогда нам надо учиться все-таки вокруг себя учиться трансформировать именно вот такую энергию настолько светлую чистую и тогда мы все все победим все у нас будет замечательно и прекрасно в нашей жизни правильно точно уже сегодня да уже сегодня давайте вот прямо сегодня и начнем неважно откуда вы будете выходить из ванной комнаты или за да 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 ну вот попробуем так и почувствуем насколько у нас это начнет работать ладно всего доброго елена я благодарю вас за прекрасную передачу благодарю всех слушателей желаю вам добра любви и позитива и помнить что я благодарю у нас каждой из женщин есть свой храм которые мы должны любить и чувствовать всегда вот это всё внутри себя. Всего доброго, до свидания. До свидания.